Доброе утро! И тут я вспомнила о своем давнем желании еще раз погрузиться в эту теплую, размеренную, уютную жизнь, о которой пишет Сергей Аксаков. Добротный литературный язык, яркие образы героев вызывают массу положительных эмоций и доставляют величайшее удовольствие. О себе автор пишет, что в детстве он был робок и даже трусоват, боялся ночной темноты, очень часто болел, был привязан к своей сестре, называя ее сестрицей. Завораживают страницы, где Аксаков пишет о том, как и когда он выучился читать. Рассказывает о своем первом читательском опыте и все время говорит о том, что чтение книг это было величайшим удовольствием для него в детстве. Вот как он об этом пишет. Я всякий день читал свою единственную книжку «Зеркало добродетели» моей маленькой сестрицы. Никак не догадываясь, что она еще ничего не понимала, кроме удовольствия смотреть картинки. Эту детскую книжку я знал тогда наизусть. Наконец «Зеркало добродетели» перестало поглощать мое внимание и удовлетворять моему ребячему любопытству. Мне захотелось почитать других книжек, а взять их решительно было негде. Тех книг, которые читывали иногда мой отец и мать, мне читать не позволяли. Пишет он также о своей привязанности к матери и отцу, другим родственникам. Описывает свои впечатления от многочисленных поездок к бабушке, о том, как ловили вместе с отцом рыбу. Ярко очень описаны картины природы. Отчетливо ощущается, насколько иным был ритм жизни наших предков и особенно детей. Когда читаешь эту теплую и добрую книгу, сразу вспоминаешь свое собственное детство. И в этот момент сожалеешь о том, что не обладаешь таким талантом рассказчика, как автор этой удивительной хроники. Аксаков признавался, что его заветной мечтой было написать такую книгу, которой еще не было в литературе. И главная задача состояла в том, что описать историю ребенка, чтобы она была интересна и для детей, и для взрослых. И с этой своей задачей он блестяще справился. Книга имела успех у его современников и до сих пор остается популярной у настоящих ценителей литературы и сегодня. Читайте хорошие книги, перечитывайте классику и будьте счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok